Внимание специалистов к теме психического здоровья становится все более пристальным. За текущий год только в Брестской области психологическую помощь получили более 10 тысяч человек. И каждый год эта цифра увеличивается на 2-3%. Но под наблюдением Брестского областного психоневрологического диспансера находится лишь часть – меньше 2 тысяч человек. Это лица с психическими и хроническими расстройствами, которым регулярно нужна помощь, наблюдение и поддержка врачей. Остальные 85% получают лечение амбулаторно, выздоравливают и больше не обращаются за помощью. Диагнозы самые разнообразные, их очень много. Но давайте говорить так, наверное, чаще других встречаются тревожные расстройства, неврозы всевозможные, расстройства сна, проблемы, связанные с употреблением алкоголя, личностные проблемы, расстройство настроения, конечно, это депрессия. За 9 месяцев текущего года в Брестском психотерапевтическом центре пограничных состояний получили помощь более 700 человек. Все они сделали это анонимно, а попали сюда по различным причинам. Какие пациенты обращаются к нам? Это люди с невротическими расстройствами, с проблемами сна, с тревожными, депрессивными нарушениями, с нарушениями адаптации к образу жизни, как то развод, одиночество, измены. И это далеко не полный список пациентов в кризисном состоянии с суицидальными наклонностями, также проходят здесь лечение. В зоны риска невротических заболеваний может попасть каждый. В основном это молодежь, это люди от 19 до 45-47 лет. Но также нередко к нам обращаются люди старшего возраста, особенно те, которые вышли на пенсию, у которых есть проблемы адаптации к новым условиям жизни, одиночество, потеря близкого человека. Специалисты отмечают, что в последние годы молодежь все чаще стала обращаться за помощью к психотерапевтам. И это плюс. Одним из позитивных моментов в наше время является то, что снижается число страхов, предупреждений перед психиатрией, снижается в обществе количество мифов, что если ты обратился к психиатру, например, то это уже диспансерное наблюдение, что это учет, что это ограничения, какие-то пожизни. Народ понимает, что это не так и просто не боится обращаться за психиатрической помощью. Пациенты пограничного психического состояния могут пройти лечение амбулаторно. Им оказывается психологическая и психотерапевтическая помощь, проводятся групповые тренинги и предоставляются психодиагностические услуги и услуги массажа. И все это бесплатно при подтверждении такого диагноза, как психическое расстройство. Кстати, многие пациенты сюда возвращаются и не раз. Говорят о пограничном состоянии, немножко люди не понимают, что это такое. Это все просто. Это просто состояние, когда человек находится между болезнью и здоровью. То есть у него это никакой болезни психической или каких-то отклонений. Это здоровый человек, но который чувствует себя плохо. Как это можно понять? Ну, допустим, плохо спит, тревожится, беспокоится, не справляется с работой. Головные боли какие-то, телесный дискомфорт. Просто люди обычно чувствуют себя плохо, они про это говорят. Эти пациенты стараются скрыть свои лица, а знакомые и друзья вряд ли догадываются об их недуге. Открыть свою душу и рассказать о проблеме они могут лишь специалистам Центра пограничного состояния. И только благодаря квалифицированной работе этих врачей и своевременному обращению самих пациентов никто из окружающих не сможет догадаться об их недуге. Плохое настроение или черная полоса могут случиться в жизни каждого из нас. Но если это стало причиной психического расстройства, немедлите доверьте свое здоровье специалистам. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания Бук-ТВ.